Олесь Суша известный белорусский художник. Несмотря на то, что настоящее имя мастера Александр, он чтит белорусские традиции, а потому другого псевдонима для себя не видит. В свое время Олесь Суша закончил Республиканскую школу-интернат по музыке и изобразительному искусству имени Ахремчика. Учился на отделении монументальной живописи Белорусского государственного театрально-художественного института. Учеба у лучших белорусских мастеров кисти сказалась на дальнейшем творчестве автора, который он проявил во время своей работы по распределению в славный город Брест. С Берестием у Олеси связаны самые лучшие воспоминания, которыми художник по-настоящему дорожит. У меня этот город велика, 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 велика. Это, так скажем, мое юнатство. Это просто такие периоды, поэтому я в Бресте с задовольнением. Судовный город, судовные люди. Тому я с великим задовольнением принял. Пропановил, зарубить тут выставку. На суд бристских зрителей Олесь Суша представил 23 работы, в каждой из которых чувствуется любовь к родному краю. Свои пейзажи Олесь посвятил Беларуси, которая на всех полотнах пристает в самых разных интерпретациях – вечером и утром, днем и ночью. В любое время суток синего и красиво и необычно. Немало представленных работ Олесь посвятил любимой маме, у которой, несмотря на семейные хлопоты, всегда находилось время для детей. Художники и критики высоко ценят творчество мастера, поэтому с удовольствием пришли на вернисаж. Сегодняшняя выставка – это очередной совместный проект Художественного музея и Белорусского союза художников. В прошлом году мы проводили выставку семьи Курачицких, и вот сегодня к нам в гости приехал Александр Суша. Ну, в общем-то, это наш, в какой-то степени, брещанин, потому что несколько лет назад он работал здесь, в Бресте, на Брестском комитете мастерства. Есть его работы остались до сегодняшнего дня, оформительские в Бресте, в Барановичах, в Березе, поэтому мы считаем его своим. В день открытия пришли самые близкие, а также поклонники творчества художника, работы которого выставляются во многих залах мира. А те, кто еще не успели побывать на вернисаже, могут в течение нескольких недель ознакомиться с ним. Экспозиция подарит огромное количество положительных эмоций и направит в мир фантазии и иллюзий.